Спасибо большое. Это мой праздник, чтобы быть здесь и рассказать мою экспедицию озонониколизма и брикалжия. Я сидел здесь, думал, я три года думал, стоило мне начинать терапию. И с тех пор, уже прошло трех лет, у меня уже было более четырех тысяч случаев, как мы лечим этих пациентов. Итак, здесь мы видим, как мы это делаем. Как все вы знаете, это техника минимально инновативная, как это найти вы хирургическому вмешательству. Что касается моего опыта, изначально я давно этим занимаюсь. Что касается спины, когда я стал заниматься проблемами спины, мои коллеги стали мне сказать, зачем ты этим занимаешься, зачем ты будешь здесь принимать озонотерапию. Это ведь нонсенс. И после нескольких лет по результатам МРТ, на слайдах вы увидите, что результаты улучшились. Были значительные клинические и улучшение, как минимум, значение количества процентов. Как вы знаете, используется большое количество техник для лечения спины. Кемодискалиса озоном считается самым безопасным, которое было опубликовано в 2011 году в известном журнале на сантерапии. Сейчас у нас уже 37 тысяч пациентов было выключено, все пациенты было выключено в общем оценке, то есть, они получили терапию и озонотерапию. Соответственно, мы даже часто не спрашиваем о защищении пациента, потому что озонотерапия слишком безопасна. И посмотрим, как оно все работает с диском Nucleus Palposis и Fibrospunnels. Озон упоминали в Nucleus Palposis. Какие же критерии здесь есть? Когда брафалген отвечает на консервативное лечение? Обычно мы ожидаем 3-4 недели. Проводим различные медицинские инъекции в пациенту, даем им таблетки для противоволия. Проводим МРТ, МЕЛОКТ, МЕЛОГРАФИЮ для определения текущей ситуации. Есть несколько противопоказаний, чтобы увидеться в следующем слайдере, но без него не обойтись. Иногда мы делаем, хотя иногда даже хватает микро КТ-скана. Здесь мы видим критерии исключения. Обычно я здесь использую флюорфископию с помощью ангиографии. Какие же здесь противопоказания? Беременность, потеря рематомики, фосфата, дегидрогеназа, глюкоза, 6-фосфата, дегидрогеназа. Все это необходимо учитывать. В этих случаях необходимо быть осторожным. Поскольку метод достаточно недорогой, у него низкий уровень осложнений, его легко осуществить. Обычно пациент после лечения у вас бывает в госпитале 4-6 часов. Первые 10 минут им стоит полежать на койке. Потом им нужно посидеть до 2 часа, потом они могут покинуть госпиталь, но соблюдать им необходимы определенные меры. Соответственно, данный метод, тем не менее, не исключает возможность оперативного вмешательства. Как вы понимаете, в каждом лечении может быть какой-то процент неудач, но он невысок. Не более 5-10%. Но, тем не менее, возможность оперативного вмешательства необходимо учитывать. Обычно я также, скажу, я делаю ангиографию, когда работаю в таком... Ну, вот почему-то работать не более удобно с позвоночником. Теперь давайте поговорим о внутридисковых и паравертебральных методах лечения. Паравертебральный метод лечения мы проводим, когда необходимо заключить парафонемаргию. В случае с брехрингей обычно в позвоночнике за одну сессию только мы работаем над одним диском. Иногда два, но очень редко. Иногда мы проводим очень редко две сессии, но не более. Основное мы проделаем в рамках одной сессии, потом проводим МРТ. Через некоторое количество недель пациенты иногда к нам возвращаются. Мы им даем анальгетики и так далее. Иногда пациенты... Состояние пациентов лучше, иногда хуже. На целом, после 8 недель необходимо провести МРТ. Сессии бывают одиночные или множественные. Эффекты бывают прямыми, сжатие и непрямыми, косвенными. Анальгетические, противовоспалительные и... Шизад вам сегодня расскажет, что в цервикальном случае мы прямо в центр диска должны попадать. Кажется сложно, но если вы знаете, как должным образом работать со спиной, то у вас все получится. С левой стороны мы доступ не получаем, только с правой стороны. И даже когда протузия с левой стороны, в эту сторону, а потом с правой стороны, чтобы мы могли увидеть флору. Какие же результаты в них бывают? Получается, ухватительный терапевтический результат. У всех 10 пациентов было полное выздоровление этих симптомов. Такие пациенты жалуются на пациентически более шире, как в заключении профессиональной деятельности. Да, такие симптомы у пациентов остаются в дальнейшем, но они будут не острыми. Они не будут сильными, выраженными. 5% случаев улучшения было недостаточно, потому что столько... Так много эти факторов здесь задействованы, насколько вы понимаете. МРТ мы делаем для того, чтобы убедиться, что нет кальцифицированных дисков, потому что они работают на кальцифицированных дисках. 10% случаев так... 10% пациентов так не появились после первого визита к нам. Но на самом деле очень важно, когда в плане рекламы ваши услуги рекламируют именно сами пациенты. Мне часто говорят, почему вы не даете интервью, почему себя рекламируют. Я говорю, что мои пациенты сами будут меня рекламировать. Соответственно, мы уже вылечили 4 тысячи пациентов. Это не лучшая к вам. В скором времени я буду публиковать в Европейском журнале на эту тему. Что и в США, и там в этих статьях будет изложена информация, когда... ...в всех тех случаях анализе 4 тысяч пациентов, на которых мы провели подобную терапию. В период с июня 2005 по мая 2016 года. В результате, можно сказать, что дисковые паразитарные инъекции озона в грызе чайного диска произвела революцию, так сказать, в чрезвычкожном подходе при лечении заболеваний нервов, что делает, поскольку данный подход является более безопасным, дешевым, его легко повторять, воспроизводить. Он легче, чем остальные подходы, которые в данный момент используются. Здесь мы видим уровень 3-4, здесь мы видим протрузию, и вторая, на фотографии справа, вы видите ситуацию после 8 недель. Есть какие-то здесь, да, изменения, но тем не менее, большая часть диска вернулась обратно на должное место. Такие результаты достаточно впечатляют. Многие люди, кто не знает, что такое озон, их мало заботит, что такое озон, но как только вы будете обречены в действии озона, вы сможете предоставить, обеспечить высокое качество вашим пациентам в вашем соответствующем виде деятельности. Здесь мы видим до и после лечения снимки пациента. МРТ делаем в среднем через 8-10 недель, как я уже сказал, что касается цервикального позвоночника. Результаты лучше. Мне комфортабельно с ним работать. Здесь мы видим еще один пример, который этот молодой человек, однажды он употребил слишком много алкоголя, упал с крыши. И вот он отказался участвовать. Он не мог связаться на хирургическое вмешательство из-за его религию. И родители, соответственно, начали попробовать фото-зонотерапию, восстановить его за 3-4 сессии. Как видите, он был восстановлен. Через 4-5 лет он восстановился. Да, конечно, он сейчас остается отчасти инвалидом, но тем не менее он живет нормальной жизнью. И в скором времени он планирует переехать в Канаду, потому что там инвалидам предлагаются дополнительные привилегии. Здесь я, собственно, провел небольшое количество слайдов. Можно проводить озонотерапию на грыжах на каждом из уровнях. Сначала очень важно подобрать должным образом пациенток. Что касается любого заболевания, если вы знаете, что вы ищете, тогда действуйте. Если вы не уверены, что вы знаете, как действовать, тогда даже не притягивайте к пациенту. Соответственно, представьте, когда вы должны относиться к этим людям как к членам своей семьи, чтобы обеспечить максимальное качество. Здесь мы видим опять же, что ситуация после зонотерапии, услышивать фундаментомия иногда дает кучу эффекта, потому что здесь диск выдавливать обратно и очень много осложнений не возникает. Но в нашем случае, когда мы работаем над позвоночником, хотя, возможно, результат менее выражен хирургически, точнее анатомически, нежели в случае с хирургическим вмешательством. Тем не менее, эти люди живут нормальной жизнью потом, и им не надо хирургического вмешательства. Все восстанавливается в зонотерапии. Поехали!